Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Огромное благодарность нашему постоянному спонсору кофе Тартуфи. Восхитительный кофе, 100% арабика. На этой неделе у ребят из Тартуфи еще идут скидки, 25% на абсолютно все. С промокодом SAIL25. Обязательно переходите по ссылке в описании. И спасибо еще раз Тартуфи за вашу постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Еще в 2019 году, дорогие мои сплетники, Регина Тодоренко дала интервью Ксении Собчак. И тогда она сказала, что она очень хотела бы написать детскую книгу. И сразу после этого интервью начинающая писательница Дарина Мишина увидела это интервью. После этого она связалась с менеджментом Регины Тодоренко и заявила, что ей очень заинтересовала эта идея. И она захотела бы вместе посотрудничать. Предложение писательница Регину очень, знаете, обрадовала, заинтересовала. После чего они, значит, попросили Дарину отправить на почту им некоторые свои работы. И все понравилось. И они предложили созвониться. И вот, значит, делают они видеозвонок с самой Региной Тодоренко, со звездой Регины Тодоренко. Именно тогда Регина Тодоренко на самом деле была на коне. Тогда у нее было вот эти вот ее дурацкие интервью, которые никому не были интересны. Проплаченные эти интервью. Помните хотя бы интервью с дочерью Алсу? Вот уж эти кринж-кринжовые обсуждали мы вот в этом самом видео. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И в итоге они договорились о серии книг о детское путешествие. Значит, вот эта вот тема была этих самых книг. В центре сюжета маленькая Регина, которая отправляется в Африку. И она хотела бы, чтобы эту книгу могли брать с собой в путешествие. Я так понимаю, сегмент о Африке, это была бы их первая книга, после которой пошла бы эта самая серия книг. Цитата писательницы. Регина и ее менеджер не хотели, чтобы я была указана в авторах книги. Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета героев полностью лежали на мне. Она не должна была писать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара. То есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов, так заявила писательница. Опять же, кто-нибудь из вас удивился, когда российские звезды палец о палец не хотят ударить, но зато хотят все лавры себе. Теперь у нас, если бы вот это все не вывалилось в публичный доступ, Регина Таренко была бы еще и детской писательницей. Посмотрите, какое дно в голове у этой дамы. Второе видео подряд я пытаюсь записать видео, не срываясь на прямые оскорбления. Вот думаешь об этих людях, которые по факту ничего не создают. Все, что не смогли, это создать какое-то себе имя. И на этом имени вот все цинично, целенаправленно монетизироваться. Я никогда не буду осуждать людей, которые монетизируют то, что они хотят. Вообще, чтобы люди что-то делали, чтобы заработать деньги. Но когда таким беспринципным способом, думаешь, господи, ребят, откуда же вы такие донные-то на поверхность залезли? После как менеджмента Даренко выдвинули ей эти условия, писательница не согласилась. Но во время личной встречи начались вот эти вот какие-то переговоры. Цитата. Проблема у нас уже возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в авторах и отдать 1-3% от дохода. Мне многое не нужно было, главное выпустить свой текст в свет. То есть писательница захотела заявить о себе как писательница. Ну, старт был бы ей, конечно же. Они отказали. Второй вариант 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что она не хотела, чтобы еще и отдала все права на текст. Тогда я бы стала просто ее литературным рабом. Как в итоге оказалось, за такое попросила полтора миллиона рублей. Их сумма не устроила. То есть я вот здесь не понял. Их сумма не устроила, но писательница все равно продолжила работать над книгой. Ну и спустя какое-то время после этого скандала, когда мы говорили о домашнем нахуй, они опять связались с писательницей и сказали, давайте все-таки продолжим работать над этой книгой. Цитата. Дарина, мне очень понравились ссылки к другим сказкам и мультикам. Мне очень нравится использование таких оборотов. Комментировала Регина Тодоренко. Процесс работы. Все записи голосовых, все записи, которые присылала Тодоренко, есть у комсомольской правды. И вот, наконец, когда у нее уже готова полностью глава, пишет ей вот это вот сообщение. Дорогие девочки, Настя, Дарина, спасибо вам большое за уделенное внимание к нашему проекту. На данном этапе мы не готовы пойти в него дальше с вами. К сожалению. Прислали, значит, это все писательнице. Она в расстройстве. Ну, почти два года она работала над этой самой книгой. Она разрабатывала персонажей, сюжет и все такое. И вот сейчас такой вот поворот. Писательница в шоке. Ну, отказались, значит, отказались. Жизнь идет дальше. Вот буквально на днях Регина Тодоренко. Цитата. Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое. Я, конечно, безумно расстроилась. Думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои. Ведь я и отдавала все свои наработки, вздыхает Дарина. Ребят, во-первых, кто собирается работать хоть каким-то образом с публичными людьми России, вы должны понимать, что вы работаете с дном сегодняшнего мира. Что те люди, которые вот там сейчас, вот, знаете, имеют статус звезды, не имея за этим статусом звезды ничего этично поддерживающего этот самый статус. Только через адвокатов. С этими шакалами только через адвокатов. И только с серьезными юристами. Потому что украдут, выдадут за свое. Все вы помните еще, да, немножко в шоке вот от этого самого видео. По этому случаю вы можете пройти и посмотреть, когда Сергей Бойцов, самый красивый мужчина России, украл бесплатную методичку, как восстанавливаться после коронавируса. И выдал ее за свой материал и продавал в своем фитнес-курсе. И вот здесь, пожалуйста. Ребят, вы знаете, отчаяние и безнадега. Вот мое личное состояние, когда я читаю такого толка новости. Ничему не удивляешься, никакому дну очередному пробитому ты больше не удивляешься. И ты думаешь, боже мой, ребята, Тодоренко. На какие-то моменты, вы знаете, я очень зол на Тодоренко. Вот здесь у меня лично. Вот Тодоренко, там, не знаю, Алена Блин и еще пару человек. Это люди, действительно, с которыми у меня вот прямо персональная антипатия. Ничего не могу с этим поделать. И иногда бывают такие моменты, когда ты думаешь, блин, а может быть дать шанс этому человеку у себя в голове, да? И мои шансы не нужны у себя в голове. А может быть дать немножечко вот эту вот презумпцию невиновности. И дать немножко людям возможность споткнуться и, знаете, как-то реабилитироваться в моих личных глазах. Я говорил с точки зрения очень субъективно, со своей собственной точки зрения. И ты думаешь, может быть, она не такая плохая, да? Говорят, сейчас она вот беременна вторым ребенком, молодая мамочка будет. А потом вываливается вот такая вот история. И ты думаешь, ой, какое же это дно. Какое же это беспросветное, тухлое, зеленое дно Тодоренко. Это ужасно, ребят. Это ужасно, когда люди вот так вот бесцеремонно в условиях России. Это вам не Америка, где можно засудить и стрясти там миллионы долларов, да? И то большие вопросы, получится ли у вас там. В России, где вообще можно украсть все, выдать за свое и продать, добавив себе вот кредиты. А я еще и детский писатель. Дно. Ольга, пожалуйста, выплывай. Посмотрите, какое дно. Дорогие мои сплетники, пожалуйста, не скупитесь на большие пальцы вверх. Не скупитесь на подписки. У нас здесь очень интересно. У нас здесь каждый божий день свежие новости и сплетни. Ребят, пожалуйста, вступайте в ряды сплетников. Сплетник на этом канале звучит гордо. Вот в этом самом видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть, мы говорили про новую девушку Тимати. Значит, они сейчас в Доминикане, насколько я понимаю. И вот тогда их там сопоставили. Я просто угорал тогда над этим всем цирком с конями. Потому что, ну, это чушь собачья. Это бизнес Тимати. Он раскручивает девчонок, которые в серьезном эскурте. Я спросил, дорогие мои дамы, ну, неужели про эту самую Валю, девушку, модель, с которой сейчас встречается Тимати, ведь меняет модели, как перчатки. Я спросил в свое сообщество, вот, пишите в директ моего инстаграма. И мое сообщество никогда меня не подводило. Цитата. Пташки из директа. Антон, привет. Про новую бабу Тимати Валю. Она из... Сто процентный. Сначала встречалась со Славой Пантеровым. Ребят, это тот еще непонятный для меня дядечка. Я постоянно у меня, он возникает у меня в инстаграме. Вот его фоточка. Весь забитый, так, рок-н-ролльно татушками. Такой, знаете, непонятная агрессия от него прет. Я не знаю, что за чувак. И Гровин играет в светском Москве. Ну, вижу его иногда и со звездами. Вот не знаю, что за Слава Пантеров, да. Кто знает, просветите. Значит, встречалась она со Славой Пантеровым пару лет назад. И пиарила за его счет. Притом, она так сильно хотела с ним замутись, что постоянно написывала. Потом они встречались пару месяцев. Она поняла, что денег нет. И пошла в Прости Господи. Насколько я знаю, в агентстве не состояло. Но точно помню и переписку с клиентом. Сливали на определенном телеграм-канале. Потом его этот канал забанили. Сейчас не могу найти скрин. Но, если найду, отправлю. Вот фотографию с этим самым Пантеровым, да. Единственная фотография, которая сохранилась. Видно, что его рука. Поэтому, вроде как, доказательство, что они действительно вместе встречались. Анонимно, конечно. Вы знаете, милая девочка. Милая такая, знаете, а-ля очень даже натурель. Губы, конечно, сделаны. Но очень все-таки, знаете, в тенденциях нашего времени должно быть все натурально, да. И вот дальше пишет она мне. Короче, фоток Пантеры Вали не нашла. Она удалила и он. Но она тогда в Питере жила. И, по-моему, и моталась к нему. Он тоже удалил, потому что с Сони сходился. Сейчас попробую скрин найти. И вот она нашла мне этот самый скрин. И, знаете, именно этим интересно наше сообщество. Когда говоришь фамилию, и обязательно кто-то кого-то знает, кто-то с кем-то спал, кто-то кого-то видел. А кто-то, я не знаю, еще какие-то другие отношения. Говорят, она, прости господи. Значит, все равно кто-то за нее платит. Ну, не любовь же у Тима теснее, да. Одну украинку бросил, сейчас с этой теперь стал крутить. Ну, это абсурд. Конечно, это абсурд. Никто здесь в это вот все не верит. Мне очень было интересно, почему, по какой причине. Хотя, по-моему, я сейчас заливаю, ребят. Все они хотят публичности, потому что тогда ставка выше. Потому что вроде-то как бывшая девушка Тимати, да. Можно задирать эти самые ценники. Девчонки, 10-15 тысяч евро в сутки. Вы понимаете? Вот такие цифры там ходят среди элитных, прости господи. И вот говорят люди, которые все знают, гуляет, и вот стопроцентная в этом самом бизнесе. Да, вот мне интересно, когда вот ты знаешь, Тимати, да, что все всех сливают и все все про всех знают. Ты продолжаешь выдавать это все за своих женщин, выдавать за очередная, я не знаю, интрижка. Вовлекаешь своих детей в это все. Я понимаю, это инстаграм-бизнес, да. Но когда ты думаешь, что мужик идет вот на такое дно. Черт, не знаю. Видел я обзор его квартиры. Вот новая квартира. Такая вся, знаете, дизайнерская-дизайнерская. Все очень в таких, знаете, урбан-стиль. Игрушки эти бешеные, да. То есть деньги откуда-то у чувака есть. Откуда тебе деньги, чтобы вот на таком уровне жить, я не знаю. Но мне вот интересно, а годливость не чувствуешь, когда у тебя вот и дети, вся вот эта вот тема у тебя завязана в инститете, да, Тимати? Вот ты ведешь себя как инстателка. И вот все на показ, все нужно засветиться, все нужно вот это все показать. Нормально мужику так вот зарабатывать? Хотя, черт возьми, куда я лезу? Знаете, ребят, считать, кто как зарабатывает деньги. Для нас, наоборот, это интересно, потому что здесь в нашем сообществе мы хотя бы похихикаем над этими самыми нелепыми мужиками, да. А вот так вот в контексте этих самых холостяков думаешь, господи, какое дно. Какое дно мы все-все превратили, дорогие мои сплетники. И знаете, я рад, что мы снимаем здесь, на этом канале сплетник каждый день. У нас есть хронологический порядок всего этого дна. В порядке хронологии мы вытаскиваем всех. Дно. Вот прям дно, да. И говоря про дно, Татлер заявил о себе вот очередной обложкой. Там у нас Баста и его вот эта вот ростовская дама. Ребят, это ваши кумиры? Вот насколько можно быть настолько продажным глянцем? Господа из Татлер. Серьезно, Баста и вот эта вот тетя с Ростова, этого любовь, да? Баста и Лена Пинская, Вакуленка. Господи, двойные и тройные фамилии. Слава богу, не княжна. Решили жить долго и выпустили свой дом, бокс и зож. Что они выпустили? Я не знаю, что такое дом, бокс и зож. Не знаю, что я сейчас прочитал, но это обложка очередного Татлер. В контексте тех сплетен, которые мы говорили вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, чем увлекается Баста и что у него с носа только не сыпется, да? И вот на эту вот пародию, которая вот торчит на обложках, прям подташнивает. Лицемерие. Знаете, что самое интересное? Когда вы видите настоящие пары, а в шоу-бизнесе они все равно есть, дочь Боярского, есть люди, у которых нормальные семейные пары. Знаете, какой хороший критерий, когда ты знаешь, что у пары действительно серьезные, гетеросексуальные, нормальные, правильные отношения. Мы говорим правильные, классические, да? Когда они перестают об этом светить, когда они перестают об этом говорить в соцсетях. Вот тогда ты понимаешь, у ребят все серьезно. А когда видишь вот эту вот пародию, да, Татлер, серьезно, вот это, Баста и вот эта тетя с Ростова, запашок такой, знаете, запашок. Все на монетизацию, трусы вывернем, да? И уже плевать, мы не 18-летние тиртокеры, не 20-летние, не 30-летние, уже за 40 лет, а все туда же. В любовь играем. Публичную. Блин, отрава. Помните, вот в этом самом видео, по этой ссылочке вы можете пройти и посмотреть, когда я осудил всех алкоголь-виц отечественного шоу-бизнеса. Мы здесь говорим про Славу, шатающуюся, боже мой, теряющую связь с реальностью, которая вот нахрюкивается вот просто в дровину, да? И Лола. Вы помните, буквально пару раз в прошлом году она отдавала интервью и дождю, и еще какому-то. И она везде говорила, вы знаете, мне доктора сказали, если ты не прекратишь пить Лола, ты отправишься вот туда. Ты не вырастешь ни дочь, не посадишь дерево, у тебя просто ресурс твоего организма, он изношен в ноль. И вот тогда я, ЗАЖДЗОЖ, я перестала делать это, я перестала бухать, потому что я поняла, что я должна растить эту самую дочь. Цитата пташки сразу же прилетает. Живу я в Израиле, в небольшом городке под Тель-Авивом. И получилось так, что я приехал в одно заведение, 90% русские, и охрана мне новость сообщила о Лоле. Я сел за столик в свой круг, и буквально через 15-20 минут услышал ее голос. Она так накидалась, возмущалась, что охранник оставит ей на руках синяки. Были мысли у меня снять на телефон это, но блин, не мое это, извиняй, брат. Но было весело. Так что пьет как лошадь. Подписался на твой канал на Ютубе. Спасибо, сплетник. Очень благодарен, очень нравится контент, залипаю, хотя от меня все эти звезды так далеки. Удачи тебе и здоровья. С уважением. Слушай, спасибо огромное. Я обожаю, когда нас смотрят и мужчины, и женщины. Вне зависимости от полной ориентации, я благодарен всем. Ребят, понимаете, вот нас объединяет вот этот вот момент, когда хочется покопаться, порыться, и чего-то такое интересное накопать. Поэтому, Лола, сколько угодно можешь надувать щеки на интервью и говорить, какая ты зожница, как ты резко похудела. У меня теперь вопрос, да, что ты говоришь, не пью, потому что печени уже нет. А оказывается, пьешь как лошадь. Как говорят люди, свидетели этих самых попоек, да. Ну, ты сама говоришь уже в своих соли, что все-таки прикладываешься, да, к бутылке. А второе, а на чем похудела-то? Неужели зож, неужели правильное питание? Не верю, дорогая, не верю, когда ты думаешь о всей вот этой вот старой, да, школе шоу-бизнеса. Все еще более лицемеры, потому что все было под прикрытием, все вот эти вот, блин, Пугачевы, Киркоры, вот эта вот вся шайка-лейка, там такая еще та грязища. Отдельный вид грязевого искусства, назовем это так, да. Поэтому здесь не знаешь, от кого больше пахнет. От старой гвардии или уже от новой. А пахнет от каждого. Ребят, пахнет от каждого. Знаете, я каждый раз думаю, неужели я такой негативщик? Да я не негативщик. Ты просто читаешь такие новости, ты думаешь, черт возьми, а как это вот можно с позитивом преподнести своей публике? Ребят, я не негативщик. Жизнь такая. Клоунов, ребята, не перевести. Везде, в каждой стране. Значит, в Чехии певица фольк-музыки, я так понимаю, отдала Богу душу после ковида. Дорогие мои, Хана Хорка, это звезда, ну местная звезда, узкая направленность вот этого шоу-бизнеса, то есть фольк-музыка. И вот она там была звезда в Чехии. 57 лет. Была ярой антиваксершей. И так как в Чехии сейчас очень строгие ограничения на посещение общественных мест, в этом сейчас через секунду, она заразилась коронавирусом. Муж и сын у нее были привиты. Она решила, я переболею, ну вакцину я себе не поставлю. И вроде начала выздоравливать, уже сообщила в театр, что ребята, вот-вот сейчас уже встаю на ноги, все нормально, перенесла коронавирус, все будет нормально. Пошла прогуляться по берегу, это значит там речки, пришла домой и, к сожалению, отдала Богу душу в ту же ночь. Количество сейчас ковидных случаев в Чехии достигло нового рекорда почти 29 тысяч заболевших на 10 миллионов жителей. И вот так вот ты думаешь, да, на людей, которые пытаются обдурить вот эту вот систему, ты думаешь, боже мой, ребят, вот он, ваш уровень антиваксеров, да, когда доктора говорят, это нужно сделать, потому что таким образом вы спасете свою жизнь и здоровье, да, а вот мы сидим вот в чатиках и выносим свои вот эти вот умные мысли, что я лучше переболею, да. В России была точно такая же клоунесса, которая представилась, сколько? Четыре месяца назад мы тоже об этом говорили. Господи, ты вот смотришь на этих людей и думаешь, что это уже, знаете, это Дарвин, вот всю ситуацию. И опять же, учитывая вот эту всю ситуацию в Чехии, вот говорят, в Чехии отменена обязательно вакцинация, глава Минздрава назвал ее чушью. Вы знаете, страшно, когда глава Минздрава, видимо, человек тоже с собственными убеждениями. Немножечко такой, знаете, штрих к портрету Чешской республики. Ну и в Германии своя тема, буквально на прошлой неделе была эта новость везде. 13-летняя Ясмин из немецкого Хагена, она настолько запугана вирусом, что отказалась учиться вместе со всеми в классе и сидеть теперь на улице. На улице, кстати, сейчас плюс один и ветер. На улицу ей вынесли стол, стул и ноутбук. И директор школы идею поддерживает. Ответственная девочка. Ты смотришь и думаешь, ребят, вот своего вот этого мракобесия хватает и там, и там. И ты думаешь, вот в такие моменты, наверное, нужно собраться, трезво проанализировать всю вот эту вот ситуацию, которая вокруг нас сейчас происходит. Пятая волна, она уже идет. Никуда мы от Микрона не скроемся. Это нужно просто принять и действовать уже по опыту, ребят. Второй год пандемии, да. И огромное количество людей переболели. У кого-то было сложно, у кого-то было легко. Кто-то попрощался со своими близкими и друзьями. А некоторые вот так вот дую занимаются и сами отправляются вон туда. И вот, пожалуйста, к 15 январю. Nike увольняет непривитых сотрудников. Стало крайним сроком. Это 15 января. Установлена компания в прошлом октябре. Тогда Nike потребовали, чтобы сотрудники, либо вакцинировались, либо предъявили доказательства того, что не могут сделать этого по медицинским показаниям или религиозным причинам. Да, дорогие мои, смешно, когда игрока Кайри Ирвинга, да, лицо Nike Кайри вряд ли уволят. Ведь это совсем другое. Ведь он бабки приносит. Кстати, мы уже запретили участвовать в мероприятиях из-за позиции по вакцинам. То есть здесь начинается вот эта вот безобразная игра, да. Nike увольняет своих сотрудников, которые отказались ставить вакцину. А вот, пожалуйста, Кайри Ирвинг, лицо компании Nike, да, ярый антиваксин. Ну, деньги не пахнут, если ничего другого не скажешь. Деньги просто элементарно не пахнут. Это мы говорим вот про толерантную Европу и Америку. Где-то так, а где-то вот прямо категорически не так. Вот такая вот вам интересная информация, дорогие мои сплетники. И вот, конечно, прошедшие два курса реабилитации и страдающей от серьезной болезни Паркинсона 83-летний Слава Зайцев возрождает свой дом моды и планирует заняться созданием новой коллекции. Он закрыл все долги дома, как утверждает, и планирует восстановить все, что было утрачено. Цитата. «Ни в коем случае я не буду продавать части здания дома моды. Больше ни квадратного метра не отдам. Скажу вот еще что. Впредь я не позволю совершать сделки за моей спиной. Я полон сил и энергии, чтобы возродить былую славу моего дома моды». Помните, его таскали как манекен по всем этим мероприятиям, потому что, говорят, на последнем он из дыхания, да? А вот слава Зайцев все туда же. Напомню, дорогие мои, у Зайцева был огромный долг, приблизительно миллион долларов. За его спиной замдиректора дома моды Расул Ахмедов продал трехэтажное здание с рабочим комбинетом Зайцева. Это пространство сейчас занимается стоматологией. Интересная вся эта тема. Будем продолжать наблюдать. Для меня фарс. Вот это, конечно, фарс. Знаете, вот это постсоветская отрыжка, что Юдашкин, что Зайцев. Для меня это, конечно, самый настоящий фарс, когда дело касается русской моды. Для меня единственное вот кутюрье, да? Она стоит в синдикате. Это Ульяна Сергеенко. Обожаю все, что она делает. Обожаю Рутюнова. Там всегда интересно. У него смотришь. Знаете, человек сам спорный, да? Но когда это касается дела творчества, там что-то интересное. Все остальное это какая-то пародия на Запад. Вот, блин, слизываем и делаем все, что там продается. Делаем так же в России под русским лейблом сделано в России. Не знаю, нет у меня уважения никакого к русской моде, ни к русским дизайнерам. Потому что ничего интересного по факту не производится. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся. Мы говорили буквально на днях про Курбана Айранова. Про то, как они сейчас с этой вот Виолеттой гоняются по всем знакомым людям, пытаются устроить себе правильного пиарщика, чтобы он раскрутил эту всю тему. Его сегодня читаю в новостных порталах. Подруга бывшего мужа Бородиной может у нас с Курбаном что-то и получится. Дайте время. Ничего у вас, ребят, не получится, потому что я точно знаю, что это все пиар. И пиар не уклеп, и пиар не нужный ни тебе, ни ему, дорогая Виолетта, потому что он неудачник, и он сам по себе как единица. Он неинтересный человек и человек с серьезными зависимостями. Поэтому ты сейчас не играешь в эту дудку. Вот на данный момент, дорогая Виолетта, ты поставила не на ту лошадь. Ты сколько угодно сейчас можешь утверждать, что у вас сейчас с ним начался роман, потому что он ушел от твоей бывшей подруги, а твой бывший мужик ушел к Сине Бородиной. Ты сколько угодно можешь сейчас разыгрывать эту карту, как утверждают люди, Курбан в Таиланде не с этой Виолеттой. Сейчас он, как в Таиланде говорят, ее там и не было никогда. Он сейчас с другой малолеткой. А Виолетта косметолог, она была в то время на работе. Что, Виолетта, неправда? Это неправда? Или что, ты сейчас будешь продолжать говорить, что у вас с Курбаном Айрановым сейчас какие-то начинаются отношения, когда он с другой девушкой в Таиланде отдыхал, а ты в это время косметолог жила на своем рабочем месте? Клоуны. Знаешь, Виолетт, вот ты и твой вот этот вот недобудущий муж. Давай я поиграю немножко в твою дудку, да? Вы нелепы, вы смешны в своих потугах выбиться, да? Выгрызть вот эту вот, блин, часть своего успеха. Я за вами внимательно наблюдаю, я вас протащу, я разрушу вашу замечательную историю любви. Вы смешны. Вы оба никому не интересны, и этим вы смешны. Вы печальны, не печальны. Кто что знает, пишите мне про Виолетту и про букета с кальмарами. С удовольствием это все здесь пообсуждаем. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, в каждом населенном пункте есть свой приют, который очень сильно нуждается. Пожалуйста, узнайте, чем вы можете помочь. Пожалуйста, помогите, потому что кто, если не мы сплетники? Часто единственные люди, которые помогают приютам с бездомными животными. Продолжайте доказывать, мои любимые сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью уже действительно становится легче. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!